Субтитры сделал DimaTorzok Полоса такая поверх уйдет, что, видите, у первого и второго чувака бошки отрезаны, а вот у альфандера все ништяк, но я знаю, что это альфандера, а первый-второй, я не знаю, кто это. Ну ладно, поехали, play, не будем ждать, не будем тянуть, сразу начнем и будем свою линию гнуть. Не знаю, просто в рифму. Так, первый, по-моему, это Maximus, там какой-то или Max, я не знаю, второй, второй, я не знаю, сейчас посмотрим, кто, кто есть кто, кто чей перс. Так, кто же выходит у нас первым? Русский. Так, вот такой вот выход, по-моему, мы его раньше не видели, что-то как-то... Так, кто же это, кто же? Дейбайкер? Дейнджер Дейбайкер? Подождите, мне надо, чтобы вылезла табличка. Я не понимаю, кто это. Вот сейчас? Или когда? Будет вообще табличка? Такой типа, хил, это кто-то из хилов, по-любому. Да, где у меня суперский блокнот? Сейчас я посмотрю, кто это может быть. Дейнджер Дейнбайкер, или как там сказали, я не особо расслышал. Так, по-моему, это... А я не знаю, кто это. Даже близко не понимаю. Ну ладно, видимо, не будет надписи. Где-то сейчас посмотрим, когда будем выбирать персов. Ну, рандомно будем выбирать, конечно же. Может, еще появится надпись, я не знаю. Ну, а может, она и была, я просто проглядел. Ну, может быть, и такое. Так. Какой суровый чувак. Качевый. Но я не понимаю, кто это со шрамом, кстати, еще как с Абзиро. Или как, кто смотрел квестик, поймет кто. Так. Ладно, смотрим, кто выйдет вторым. А второй... Это что? Зелим Бискет? Максин? Максин. Это Максин. По-моему, я сказал Максин. Не знаю. Ну, это реально? Это Зелим Бискет? Так. Ну, тоже нету. А вот Макси Иценко. Это вот кто это. Нормально. Ну, так, в принципе, неплохо сделано вроде. Перс. Хотя... Ну, это, видимо, атирка другая. Потому что... Такого я не припомню, чтобы он был там в начале, где три чувака было. Ну, нормально, нормально. Макси Иценко вот так вот у нас выглядит. Ну, точнее, его перс. Хотя... Все-таки, как я уже говорил, буду называть именно именами этих самых рестлеров, которых вы создавали. Так, третий. Кто же у нас выходит? Вот так вот. С маской. Эльфандер. Так. Не, ну это я знаю, кто. Алексей Хагер это у нас. Госящий под Макси. Вейкап. В маске такой. Непонятный для меня. Немного. Ну, ладно. Тоже, наверное. Да, он, кстати, у нас хил. А тут, походу, все три хила. По крайней мере, Альфандр точно хил. Максим Иценко. Я не знаю, какой их. Я же говорил, дофига у меня, да. Тут Максимус. Тут Максимка. Тут Макси. Здесь еще какой-то Макси. Я не знаю. Ладно. Так. Рок. Теперь у нас отчасти появился на ринге. Скала. Я принес тебе боль. Я скала, которую ты не сдвинешь. Или что там, типа того. Ладно. Все три рестлера у нас вышли. Ну, два с половиной точно. Сейчас он закончится. У него выход. И мы начнем Мачилова. Будем играть опять рандомным чуваком. Альфандра точно не было в прошлой части. И походу всех, кто в этом первом бою. Вот, кстати, с Илюхой получилось странно, что его и не в первом, не во втором не было. Так. Джоин. А, это Данил Соловьев. У нас почему-то у меня его нигде не вписано. Да. Ну, я говорил, что если я кого-то не назвал, значит, я себе его не вписал. Значит, я пишу себе Данил Соловьев. Ну, я так понимаю, что хил, ну, по крайней мере, по выходу это хил. Поэтому я записал его в хилы. Ну, битва трех хилов, в принципе. Так что... А, ну, Максимка. Ага, да, тоже в хилах. Ну, и Альфандр. Ну, за кого будем играть, сейчас посмотрим. Трэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ. За Альфандр. Отлично. Я прям хотел за него пошпилить. А Максим такой, типа, как... Боксер какой-то, ну, такой... Норм, норм. Так, вот такую команду прием. Все, можно их сразу в команду засовывать после этого. Ха. А что, в магазинах, что ли? А что, не в красных? Так, Данилу так вот вырубает Максим. Что-то, смотрите, как-то мы принялись гасить Максима вместе с Данилом. На-а-а. Может быть, ему место в хилах? Да даже, когда дерутся три хила, всегда... Ну, надо же кого-то бить. И всегда кто-нибудь дискооперируется. Правда, ненадолго. Только первая попытка на удержание, допустим, вот так вот. И так сразу же канат. И сразу все, и можно... Можно бить лиц совсем. Не, ну, это можно было сделать и раньше. Вот теперь они с кооперативой из Данилы. Максим. Будет забавно, если у нас будут все четыре Максима. И как мне их называть? Ну, как и написано. Максик, Максимка, Макси. Максимус, Максимилиан, Макстрадамус, Максимус Всемогущий. Я не знаю. Ладно, посмотрим. Пока такого боя нет у нас и не выпадал особо. Вот такой вот командный прием. Хорошо. О, по глазам ударяет Максим Данила. И что теперь? А теперь мы реверсируем. Я думал сейчас... О, Спир просто так? За что? Ну, типа, как? А за что Спир? Да просто. Вот это что-то было из этого случая. Закрутил нас Максим еще. Но что-то Спир, походу, на обычном приеме стоит, я так понимаю, да? Беспалевно. Ну, ладно, норм. Это как бы для Даби-Даби немножечко, может быть, не очень. Правильно. Хороший прием. Хороший прием. Я как-то странно сказал. О, нифига. Типа, Брок Леснар Стайл. Вертухи. Вроде качевый парень, а вертухи путят. Так, я что-то начал говорить, но не договорил. Ну, и ладно. Так, Рошелнек Свип. Кстати, написали, что арена не очень. Ну, может быть, так и есть. Я делал ее что-то на стриме. Так, к спеху, грубо говоря. Не было что-то каких-то идей. Просто налепил все, что было. Так, теперь еще один командный сделаем. Какой же на этот раз? Вот это уже дефолтный. Вот я, кстати, не знаю, как команда не зависит. Вот, допустим, я держу, да, ко мне подходит чувак, и он хватает. И будет какой прием производиться, который у меня стоит, или... Ну, по идее, я как думаю, что чувак, который подходит и хватает, и в какую сторону он при этом нажимает. Вот, то и проведется. Ну, просто я замечал, что за Макси, когда я держу, проводятся мои приемы. Но когда я, допустим, хватаю, когда кто-то держит, то не мои приемы. Ну, вот непонятно для меня это немного. Так, камбэк у нас есть. Мы его начинаем живенько проводить на Данииле. Попался он нам под руку. И сигнатурка появляется, естественно, у Альфандера, у Алексея. Я буду называть... Я не знаю, как кому... Блин, как бы по идее и по именам правильнее называть. Но, в общем, мы провели финишер Алексей Хайкер провел его. И, точнее, сигнатура вот теперь финишер Омега Драйвер. Что же вы все любите-то его ставить, а? Ну, классный прием, на самом деле. Уж первее, кто не первее поставил, разницы нету. Ну, у меня стоит, у Илюхи вроде бы. Вот теперь у Алексея тоже имеется данный прием. Как финишер, причем. Такую штуку вот мусит. Нуфига. Если бы я еще и сальтуху сделал, то было бы еще круче, наверное. Я бы с удовольствием за предметы взялся. Но, мне кажется, меня могут дисквалифицировать. Видели же, да? Я сревесировал, как бы, по идее. Отлично. DDT. Так и есть. Yeah, baby. Так, у нас появляется камбэк. Точнее, не у нас, а у Максима. Макса Яценко. Так, нужно реверсировать. Кстати, народ, я посмотрел на сложность. И стоит легенда. Поэтому не удивляюсь, что я проигрывал там много матчей. Стоит легенда, на самом деле. И поэтому вот так вот был тяжковат. Кто-то мне что-то там... Оп, камбэк не удался. Написал. Насчет того, что я плохо играю. Что-то не реверсирую. Да вроде как. Нормально. Да и вот вам ответ, что уровень сложности стояла легенда. Так. А вот сейчас я что-то не обратил внимания. Я держал или я присоединился к захвату. О, корнер-сигнатурка. Так, что это такое? Суперкик. Уворачивается Данил Слоев. Нифига себе. Но от этой сигнатуры он не вернется. И получает прямо в табло от нас. А теперь омега-драйвер Макс Узиценко. Бум. И отлично мы расправляемся с ними. Да? Раз. Два. Три. Отлично. Поздравляем Алексея Хайгера. Альфандр его побеждает в первом бое. с сегодняшнего вечера, так скажем, бренда ОВЕ. Ну, вот здесь Данил был близок к тому, чтобы перевернуть исход в свою сторону, возможно, если бы он провел финишер сразу после этого реверса. Ну, или не финишер, там какой-нибудь прием крутенский на Альфандре, то, возможно, и не было бы победы от Алексея Хайгера. Где, нахер, отсюда? Говорит он рефери и радуется своей победе в одиночку. Даже рефу не дает порадоваться за него и объявить победителем. Ну, вот так вот. Я думаю, вполне Альфандр может после этого боя себя зарекомендовать. Ну, я не знаю, как такой бешеный, бешеный хил. Ну, неплохо. Я думаю, нормально. Мне, по крайней мере, было легко. Я даже удивлен, что так быстро закончился бой. Но мы двигаемся к следующему. Здесь диф у нас нету никаких, поэтому все хорошо. Можно смело нажимать Next. Матч. И не париться. Что же у нас там за следующий бой? Сейчас поглядим. Ну, как обычно, все долго грузится, поэтому я буду иногда молчать. Но, скорее всего, эти молчания я буду вырезать. Так что, если я молчу и это я не вырезал, то, знаете, я забыл или пропустил. О, а здесь у нас командный. Командный Махач будет сейчас. Вот это точно сам Вэл Мистерио. А нет, это Никита Бунин. Ай, Бунин, по-моему. Или нет. В маске я не помню. Сам Вэл Мистерио. Сам Вэл Мистерио. Да что же, блин, у меня все по привычке старое. Почему у меня ассоциируется? Потому что здесь маска Мистерио. Но, по-моему, только Никита Бунин себе делал эту маску. Я не помню точно. Но сейчас посмотрим. Я вот так вот, смотря на кавы, я не могу еще пока определять, кто есть кто. Только своих там, может быть, кого, с кем играл уже, кого видел. Как рефери. Ну, ладно. Ой, как рефери имею. Тьфу. Как, сам не знаю, соперника своего или чего. В онлайне, короче, когда играли, может быть, по ним знаю. Ладно, кто у нас первый выходит? Это Систерио. Ну, типа как бы Сина и Мистерио. Систерио. Не знаю, кто это. Сейчас посмотрим. А, это Хуан Сина. Я понял. Я понял. Кто шарит, тот шарит. Да, это Никита Бунин. Вот. Ну, окей. Будем знать. Ну, а народ будет знаком с его персонажем. Буя-ка-буя-ка. Систерио. И кто же будет его тег-тимовским партнером? Кстати, он у нас Фейс. Он у нас Фейс. Ну, это и так понятно, да? Я, типа, я такой говорю, да он у нас Фейс. Вы такие, да ладно, а так не видно, типа, Систерио. Ну, ладно, не буду больше называть его Систерио. Ну, просто смесь Джона Сина и Рэй Мистерио. Понятно, что Перс создан как Фейс. А это у нас, по-моему, Максим. Максим. Максимус. Макс Юсиф, по-моему, это я врубил по бакенбардам, которые косятся под Рока. И Макс, по-моему, является фанатом Рока. Но я бы этого не знал, если бы он не победил в турнире. То есть, как бы, если вы что-то делаете где-то там на турнирах, выступаете, побежаете в конкурсах, то я... Лучше запоминая народ. Допустим, Макс... Грубо говоря, ну, возьмем Макса и примерно составим историю, да. Типа, был в группе, как-то редко активничал, но как бы следил там за всем, ну, скажем так, да. А потом, бац, поучаствовал в турнире, выиграл его, и... Я, допустим, называю Макс Юсиф, и вы такие, да, мы знаем, кто это, да, конечно. То есть, как бы... Или, допустим, он был просто подписан на меня, я его не добавлял во Френды, и есть такие люди, которые пишут, типа, почему ты не добавляешь всех? Ну, у меня там дохрена подписчиков, которых я не добавляю в друзья. Просто люди добавляются и через месяц удаляются. Нахера добавляться? Поэтому я не добавляю каждого. Я вот там кто-то вижу, что чувак активный, там как-то с ним пересекся где-то в... в турнире или еще где-то, я его добавлю. То есть, если неожиданно я его просто так добавляю, значит, я вижу, что адекватные они удалятся там через месяц. Ну, все равно, и которые адекватные удаляются через год. Год и месяц. Ну, потому что, видимо, я задолбал уже с этими видосами, или им просто становится неинтересно, ну и все. И как бы много таких было активных людей. Ну ладно, кто у нас вышел? Я немного что-то в этот момент упустил. Случайно. Там точно был Макс Юсеф, а кто это, сори, я не видел. Ну, сейчас посмотрим. Что-то какой-то затерявшийся такой чувак. И мне кажется, у него выход немного неплавный. Я не знаю, с чем это связано. Но я вот что-то после того, как в инду переустановил, я не могу настроить нормально. У меня при записи очень большая нагрузка на проц пошла. Раньше такого не было. Если кто шарит, с чем это может быть связано, черканите. Но, может быть, перегревается что-нибудь. Не знаю, может быть и так. Надо комп почистить. Ладно, кто-то вышел у нас. Сейчас посмотрим, кто. Сори, что пропустил. Просто я смотрел в окно, когда говорил на тему. Почему не добавляю? Так, и последний участник. Батиста 3МБ и... Ну, Максим Круглов. Что-то как-то... Что-то как-то под такую музыку, с таким выходом, немного не совпадает. Хотя... Это музыка рока, да? Я, наверное, сказал Гробовщика. Если сказал, то нет. То это музыка рока. Есть скуки. О-В-Е. Ну, такой вот выход. Я даже не могу сказать, фейсон или хил. По-моему, фейс. У меня тут написано, что капец. Максон. Максон. Кто вот такой Максон? Это не я. Я себе Макс записал. Максимка это, по-моему... Ай, короче, блин. Я только сейчас себя сам запутаю. Ну, в общем, Максим Круглов вот такой вот. Ну что. Сейчас будем смотреть, за кого будем играть. И посмотрим, кто же был этот... Человек в зеленых штанах. Так, Никита Бунин, раз. А, это Зил Меса. А я не помню, как его зовут. Sorry. Окей. Максимус. И Максим Коэ. Вот как мне называть? Максим Круглов, да? Ну и Макс Юсиф. Ну, я думаю, что это он. Ну ладно, давайте кем будем шпилить. Какой командой. И стоп. Окей, будем играть этой командой. Зил Меса, поехали. Зил Меса ждет замеса. Мы начинаем. У него какой-то дракон, типа Mortal Kombat стайл, что ли? Ну, на спине татуха. Я имею в виду. Ну, в общем, Никита Бунин и... Макс Юсиф против... Максима Круглова и Зил Меса. А Зил-то у нас... Давно был записан. Но я не могу сказать, кто это. Даже смотря на листочек свой. Ладно. Потом. Узнаем. Так... Хорошо. Такой вот слэмик. Замутили. Запускает нас Никита. Куда подальше и все. И мы выкатываемся за пределы ринга. Вылетаем, точнее. А можно предметом биться? Ну-ка. Нет. Комментаторы, как обычно, мне подсказывают. Ну, это хорошо. Они говорят одну и ту же фразу, которую я уже запомнил. Когда можно брать предметы, когда нельзя. Если они ничего не говорят, значит можно. Ну, вроде так. Так, мне нравится делать командный прием, когда вот так. Сейчас покажу. Ну, я уже в трасс пытался что-то сделать такое. Вот подводим вот так вот. Дает пятюлю по спине. И просто вот так вот проводим командный прием, который дефолтный. Ну, значит, понятно. Не особо тактимовские ребята. Реверсирует Никита от Зила. Ну, если не Зил, то, ну, Зил. Ну, я не знаю, как правильно. Жалко, что имя не увидел. Ну, если вы видели, то вы знаете, кто это. Но я буду называть его Зил. Сам немного ступил. Так, сейчас что-то будет нормальное. Такой группкик и рожей в ринг. Хорошо. Вот это прям мне нравится. Так, тимовский. Ну, ничего. Мы сейчас тоже свои покажем. Чего мы огем, а чего не огем. Так. Опа. Реверс. Хорошо. А почему народ не снимает футболки? Я вот вообще, например, выхожу без жилетки и уступаю с ней. Неправильно поставил, но все поменяю потом. Когда будет первая ППВшка. Напомню, опять в очередном видосе. Просто некоторые не слушают или не смотрят. И задают одни и те же вопросы. Когда можно долить нам своего или изменить рестора? Долить или изменить можно будет после первого ППВ, который будет... Ну, если я буду весь выпуск в каждом видосе записывать, то есть не делить на части, то включая этот еще три. То есть этот, смакдаун и ППВ. А потом можете заливать. Но только прям вот после ППВ мне напишите, кому чего докачивать. Сам менять я ничего не буду. Если вы хотите, чтобы я у вашего там рестора поменял музыку на выходе, то меняйте сами. И выкладывайте. Вот. Мне проще будет перекачать, чем самому что лазить, там каждого менять и все. Отлично сейчас сработано. Зил так нагнул канатики. И тем самым нагнул Макса Юсиева. То есть он вылетел, я в хорошем смысле. А Го командным очень Зил. Эй, ну забросил обратно Зил нашего соперника. Тут внизу ему Гасанем. Там уже до четырех, по-моему, рэв дочитал. Но нам какая разница. I don't care. Суплекс сейчас, походу, будет. Да, хорошо. И покрасуемся. Show of time. Действительно. Ага, срегулировать не удалось. Это Russian Lex Sweep от Макса. От Макса к Максу. Опа, камбэк есть у нас. Это хорошее дело. Камбэк, я думаю, есть у каждого. И нифига себе. И нифига себе. Вот это был самодроп. Неожиданный. Причем я вроде как начал уже проводить камбэк, на самом деле. И Макс, видимо, среверсировал. И провел нам самодроп. Но ненадолго. Потому что все-таки свой клоузлайн... Ой, свой клоузлайн, говорю. Свой камбэк я, видимо, проведу. И это означает, что у нас появляется сигнатура мов. Интересно, есть чё с канатом? Ага, и также сигнатура появляется у... У Макса. Ой, нет, не у Макса. Да, у Макса. Сори, я что-то совсем затупил. Но, блин, откуда у него сигнатура, если мы его били? Так, не честно ведь? Там, кстати, какой-то хот-тек, наверное, был. Или что-то такое. Потому что там что-то появилось. Но я провел просто финишер. А сейчас, походу, уже финишер от Макса Юсева. И... Бум. Такой вот пайлдрайвер. Да, это был финишер. Потому что у него нету его. Видимо, та сигнатура переросла в финишер. Успела. И мы вырываемся. Панч какой-то неожиданный. Я думал, все, меня бьют. Я, вроде, реверсировать не смог. Однако, панч руку свою всунуть успел. Реверсов понятно теперь. Повторюсь. Почему так много? Потому что стоит уровень сложности легенды. Во, хот-тек. Отлично. Осталось только попасть по всем штуковинам, которые нам будут вылезать. Так, еще раз квадрат. Это означает, что у нас есть сигнатурка, которую мы, что такое, проводим. Бум. Такой вот хайкик. Отлично. И элбол дроп, который реверсирует Макс Юсер. Ох уж эти читерские приемы Макса. Ха-ха-ха. О, хорошо. Опять так тимимся. Клю. В глаза так тыкнули. И суперкик. Отлично, а? Как вам? Мне понравилось. Удержанница. На, и канаты, и канаты. Я что-то не учел. Тихо. Блин, Никита нам помешал. И теперь мы находимся за пределами ринга. Помоги мне, кто-нибудь. Помоги мне. О, нифига, это он так среверсировал. О, а что это за фигня была? Ну, кстати, я не знал, что можно среверсировать и вот так вот за уши поднять. Типа с днем рождения, как поздравляют, за уши дергают. Вот он также нас поздравил, видимо, с дебютом. Хотя, вроде бы, Зилг выступал, а я не помню. Так, пожалуй, я свалю с ринга, а пожалуй, нет. Я уже здесь. Ой, отличный прыжок от Никиты Бунина. Камбэк у него появляется. Я смотрю, у всех камбэки почти есть. Но мы затектимимся с Максом и... А почему он не долез? А что это за фигня была? Эм, это норм вообще? Что происходит, народ? Что-то такое ощущение, как будто я опять двумя чуваками играю, не? Да не, вроде хорошо. О, дружаница. Неожиданно. Камбэк до сих пор завалялся у Никиты Бунина. А что, а почему вдвоем-то мы на ринге? Что-то не то произошло на смене... Ну, на передаче тега, потому что... Я не понимаю. А, ну, все, все. Уже вроде нормализовалось. Покрасуемся. А-а-а-а. И сделаем... Какой-нибудь прием? Не, я хочу все-таки затащить... Сюда... Никиту. Эй, почему так? Я хотел посадить его наверх. Ну, ладно. Сделаем командный приемчик. Стандартный. Покрасуемся. Да. Вытер такой слюни. Зил Меса и... Все. Блин. Люблю я прыгать с каната. Посмотрим, что стоит у Зила. Но я думаю, среверсировать может. Да, реверсирует Никита. Черт. Своим сапожищем. Красавище он нам пинул по спине. И передает тег Макс Юсего. Но что-то он какой-то уже помятый. Лицо разбито. Сам не очень быстро бегает. И мы ему подарочек вот такой сверху. Запустим. Ну что? Э-э-э. А почему я переведен сюда-то? Во. Вот так. Нормально. Реверсирует Макс. Опять у нас битва Максимов. На ринге. Черт. Так. О. Лицом в ботинок. На-а-а. Что мути-то, пацаны? А что они стоят? Понятно. Друг другу мешают. Тихо-тихо. Что-то мутит Никита. Потому что мой тег Тимовский партнер улетел. А я могу... Нет. Нифига. Это какой-то лэгдроп странный. Хайкик не удался. Дропкик тоже. Вилкик зато удается у Никиты. И он отдает опять тег своему партнеру Максу. Максу. Подождите. Что-то такое ощущение, как будто я неправильно называл все это время кого-то из участников. Эй! Попал! Вы видите, я попал! Эй! Нет! 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 Макс Юсев, короче... Все-таки одолел Макса Круглова. Но... Блин, я вроде как попал на третий-то раз. Странно немного получилось. Ну, вообще... Такой равный бой, на самом деле. Но, возможно, с небольшим был преимуществом у нас. Этот бой. Ну, ладно. Я думаю, пока первые бои не особо чем-то влияют как-то. Потому что, ну, здесь не заставок, ничего нет такого. Команды, может быть, только образуются. Я напомню, что вы мне будете писать, кого ставить в тимы, кого не ставить в тимы. Кто? Винер? Ну, в общем, получается, что Никита Бунин и Макс Юсев у нас победили. Ну, а Максим Круглов и Зилмеса проиграли эту битву. О, видите, они уже кореша. Можно их в тимы засовывать. Еееей. Ну, мы двигаемся дальше. Вот он у нас, третий бой. Ренат против Самвела Мистерио. Что за Ренат? Ну, по фамилии я не знаю. но я вот смотрю свои списки и у меня его нету а сам был у нас фейс ладно это я все еще потом добавлю кто фейс кто хил кого-то поменяю кого-то не поменяю я всех не запомню мне сейчас просто говорю пишут да пишут я и я сейчас ничего не буду запоминать ну хотя что-то там записываю кого-то мне еще нам надо скачать я себе где-то писал кидок ренат зил месса что-то у меня тут написано ладно не знаю лучше смотреть на экран потому что я что-то такие это имена тут упускаю сейчас даже не знаю было уже оно или нет но это первый уходит и ренат кидок вот собственно и он что за ренат ну в принципе фамилию то может быть и не не обязательно называть но как бы я хотел именно как в к написанной так написано ну ренат 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 ладно его выход по моему вы уже видели поэтому хотя я не знаю я пока буду все смотреть да потом буду пропускать после ппвшки ну смысле до объявления анонсером имени а потом будем пропускать потому что так смотреть долго каждого выход это немного будет вымораживать но у меня-то ладно вот некоторые будут жалости по выход так бац промотал а там же бой закончился или вдруг какая-то сценка была так что вот ладно будем вот так пока пропускать по чуть-чуть на сцену на ринг вышел и ладно это был ренат а кто выйдет а ну сейчас выйдет сам был его выход и вы тоже видели это я точно знаю а где музло вам узла нету чувак аж на карты сел он так йоу 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 дэнсин дэнсин ну ладно здесь пропустим потому что выход вы видели еще в по моему в первом на первой неделе в первом эпизоде его ешного так что поехали мочиться но не в штаны смысле драться и кем же мы будем играть рандом чик сам велом окей поехали такой убийственный вид у него такой типа мочить крушить и убивать по крайней мере по сравнению с ренатом ну а по сравнению с макс так вообще наверное на перкотик такой сразу по моему у нас что-то с мвелом такое интересное происходило я уж не помню точно но возможно он там что-то доминировал или где-то тусил так хорошо и убивал ну в хорошем смысле как машина я имею ввиду ну может быть я ошибаюсь так вот на него на его вид посмотреть такой знаете защитник всех слабых да хотя повязочка nexus а говорит немножечко об обратном непонятно еще для меня но он стоит стоит точно как фейс некоторые вообще даже народ не знают о чем что я за фигню несу какие-то фейсы какие-то хилы не знает значение этих слов но зайдите в группу в меню в тему фак если вы знаете вообще что в группе есть меню вот ну вообще как бы это меню надо убрать потому что я не знаю что с ним сделать пока долго мучился и так ничего не придумал раньше было актуально потому что там и тему ппв постоянно обновлял сейчас я даже туда и не захожу там что-то последний раз вообще с 13 года ппв редактировалась какое-то старое вот это туда я не лазью вот если чем не меню как бы нужно это правило которое никто не читает ну а зато если забанил то можно сказать надо было правило читать он скажет такой о не ой это чё ни хрена себе круто скажете по то какие правила ты чё и кто-то читает а скажу от твоей проблемы правило есть правило есть все иди в жопу вот ну вообще эти правила много кто нарушает ну том числе я ну если брать там в плане мата да но бывают такие нарушения которые уже чересчур прям вот такие я точно вряд ли допускаю вот ну ладно не об этом реверсировать мне в принципе нормально получается чем не жалуетесь нормально все так продолжаем доминировать над ренатом что-то он пока не особо нам может чего-то предоставить в ответ а вот так вот может выбросил но вообще что-то мне не очень нравится единственное что бои какие-то просто обычные всегда без типов без всего и это не очень круто но возможно на после первого ппв все поменяется ну по крайней мере я надеюсь что на самом ппв не будут все бои обычные уж где-где она ппв должно какое-то быть разнообразие там хотя бы три из шести там как минимум боев должны быть необычными и тем более что у нас ппв будет по правилам extreme rules по идее да то есть мы должны ожидать что-нибудь типа хардкорных там ну extreme rules сам само собой сам тип боя ну и что-то вроде этого хотя бы у нас есть финишер но ого ого как заактивничал то ренат при виде нашего финиша мы его сейчас попробуем обмануть вот так вот зазвенели железяки и хотел я его запустить туда где сам сейчас стою а вот мы можем среверсировать и сделать то что я хочу а нифига себе все равно реверсирует ренат и засунул нас туда куда я его хотел до 4 там до читал же рефери сейчас хорошо бы среверсировать и сделать то что задумывал но забегает на ринг ренат ох ты решил потаунтить так получаешь хотел сказать получай финишер и получаю сам инзигири не все-таки я его хочу доманить сюда ты чё блин руку надо ему так вот хитба там а хорошо сколько рэф отчитал один да да вот уже два что за фигня нормально бум хорошо давай-давай камам будет тихо а немного не туда да что ты блин будешь делать сейчас опять забежит на ринг да потому что рэф до пяти уже досчитал да иди сюда на что же они все так убегают я хотел может быть подсчета выиграть хотя глядя на то какой сам был о нифига сейчас что-то будет крутое наверное на и но с колено вообще ништяк мне нравится он еще и прыгать умеет фига себе камбэк а у меня финишер на камбэк прыгнул на финишер нифига а чё такой быстрый то и у меня есть камбэк ну окей подеремся еще не буду пинить проведу я свой камбэк а против этого ренаты проводит нам точнее реверсирует и проводит свинник на брейкер так чей же камбэк возьмет это чё это ого какой сабмишн это нифига себе тихо 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 ну я к тому что не по счету должен выигрывать сам велдар раз мы начали придумывать ему такую историю что он такой типа мега фейс защитник всех слабых ну я не знаю я говорю вы сами можете для себя разнообразику делать какие-то там может быть с историей придумывать я для макс себе придумал что сашке примерно ну сашке был их хилом макси как-то был фейсом обычно у нас и такой твинер получается 50 на 50 как бы хил потому что идет за сашке как бы как друг как к другу и фейс потому что был всегда им вот и такой 50 на 50 получается у нас максим поэтому и выход такой забавный ну и естественно клоун который нарисован на задней стороне жилетки на спине макси тоже говорит о том что злостный клоун причем там типа что как бы шутки шутками но человек такой непонятный не знаю как еще можно придумать сами для себя вы можете понакручивать вот ну и про остальных персонажей то же самое придумать каждому свою историю потому что так интереснее смотреть что не просто тут какие-то чуваки созданные дерутся это опять этот но он задолбал кто такой вообще интереснее смотреть на обычных ресторов а чтобы еще как-то было более разнообразно нифига это часа мишин такой ооо лодочки этот саммешин называется лодочки наверно но эти самые лодочки нам победы не принесут как-то я так подрастерял немного свое преимущество которое было в начале боя как мне показалось потому что в начале было к это больше более легкая доминация а тут смотрите нас еще и пинет ничего себе ай блин реверсируем хорошо инзигири можно и потаунтить дейкса кит оп оп и еще один инзигири и еще один таун сделаю но как-то быстрый ренат поднимается на ноги и я так понимаю у него сабмишины стоят как возможно основная фишка потому что слишком много он нам их проводит дуэти бои вроде не сабмишинский сигнатурка появляются у кого у рената и вот только я начинаю делать прием какой-то после того как мы его более-менее обезвредили да он сразу же его реверсирует трудно трудно играть немного на легенде хотя я бы не сказал что прям вообще жестью нереально можно побеждать это вполне но если и проигрывать то не особо надо расстраиваться реверсируем мы прыжок марината но вот сразу видите начал проводить прием и он его реверсирует это спир это был финишер так что возможно это конец ого туда в такую полоску не попасть и все вот вам и защитник всех слабых который проиграл ренату ну такой бой я думаю нормальный вполне хорош хороший бой ренат победил смотрим может быть кида за самочки будут ну по-моему ничего не ну да это все просто победа празднование рената и в общем то и все ну я так понимаю что райвали вот эти матчи только до будут заканчиваться либо начинаться либо где-то в середине с заставкой такие вот обычные даже в юниверсии можно и не ждать составку или как или или можно ждать вот я не особо с этим разобрался просто ведь так можно не интересно какие-то бои пропускать а там где райвали матч там ну вообще по идее райвали да мы переводили с вами что типа field как бы имеется ввиду ну и там заставки какие-то значит но вот в обычных ну тоже наверно должно быть не знаем ладно четвертый на очереди бой егорик и его но балдин первый наверное выйдет естественно и горик так как он был первый по карту да это он и он у нас хилл вот такой вот хилл егорка awesome игр еще посмотрим на табличку которая вылезет вот где-то здесь или не будет и вообще ну может да походу ее вообще не будет а почему таблички вы не делаете ну они кстати когда создаете свой выход таблички они не сами появляются их надо вставлять вроде как если я правильно помню пристам надо нажимать какую-то херовину и крестик чтоб писалось вот видимо не все прошарили может быть просто забили на это дело и все в общем егорик первый вышел на ринг ну и ждем его соперника видимо фейса ну я скажу тогда сам чтобы народ может быть кто не шарит прошарил фейс чувак который лова за шляпа 6 человек который добряк типа честно дерется честно побеждает и все такое ахилл чувак который злодей побеждает грязно зрители его букают и все такое но есть еще твиннер который вроде как и злодей но вроде как его и любят типа гробовщик наверное яркий пример как бы гиммик у него хильский по моему ну типа мертвец и все такое но его любят так короче вышел ну еще почему то вот в теме когда я давно я создавал эту твиннер был написан джев хардер то есть видимо он был фэйлдом но его любили вот так же там панк что-то был короче вот такая вот вся история вышел у нас ваня валдин и собственно логично что бой между егором и ваней за кого будем играть рандом чик за егорика кстати по моему они уже бились и что-то между ними возможно там навязывается не знаю точно инди кири так мигал был дроп рингу типа опять обычный вроде мне кто-то там написал в комментах сайте дак тип боя пишется перед началом боя ну понятно вы прям как кэп и что ли это я знаю но бывает так что какие-то правила скрыты допустим дисквалификации нету а там не напишут это так что-то что-то как-то непонятно попробуем а чего воно разный ну типа а это у него ботинки такие я думал гетры какие-то вообще разного цвета он не добежал чуть-чуть до нас на ваня и поэтому мы его теперь лупасить будем бум дидите хорош а теперь вот так вот отлично прямо в табло с кулачка будем отбивать окорочка вани но он против этого шел шелдер блок реверсирует с наших приемов ай-яй-яй спать баста вот так вот сразу тихо реверс а я сейчас не получилось а у моя лодыжка ты что творишь вот про илюху я до вначале сказал что типа вот его уже во втором эпизоде нету хотя он является человеком который владеет с титулом ладь точнее владеет титулом это я не по-русски сказал владеет с титулом короче владеет титулом но почему-то его нигде нету не в мейн-эвентах не просто там подраться не выходит нигде на заставочках странно странно но я думаю раз у него есть титул значит на ппв как минимум он должен будет быть но карт на ппв мы еще увидим через выпуск через макдаун поэтому я не могу ничего пока говорить попытка вани на удержание из которого из которого мы вырываемся понятное дело так чуть реверсить я не смог с колено в нос получаю то блин опять а чё ты не в тот момент появляется реверс о как так то что-то перекрутило капец элбол дроп и реверсируем мы не все же компу реверсировать у ее это опасно черт ай-яй-яй не вовремя полез наверх и получаем супер плекс прям на пучка который посреди ринга нарисован так это в стиле марка хенри опа реверс бум шелдер блок ответный вот хотел я ноги подбивать да она что-то не получается мне ноги все вот на тело да блин а что же реверс как-то быстро появляться начали во реверсируем я думал сейчас тоже опять он с реверсирует что что-то реально комп зачастил с реверсами такой сплэш неплохой реально а вот так мы гем и саки ну дэксовский жест этот все любят еще и стива оси на факе ну правда вот это мистейк вот эта ошибка а вот вон он попал блин сигнатура у него есть не это не очень радует и реверсировать я с нее не смог это x-фактор наверное да и удержанится план они также быстро отдаваться черт у него есть финишер это немножечко опасно мне не бы его стырить и было бы вообще идеально но вместо этого мы летим по ходу вниз или не летим все-таки забрасывает обратно нас в она и поднимает таунтом вот когда таунтом это хорошо еще бы у нас развернул так они сразу и ух только я заговорил простива оси на его факи и тут сразу же станнер нам принять прилетает от ванну балди но вырвусь я или ни хрена себе какую полосочку то попала как вам могу умею случайно наверное получилось какие броски до стоят у ванной еще и с удержанием нужно воспользоваться все таки расширением полоски иначе я бы проиграл но ей должен был я воспользоваться в предыдущем моменте но однако там я сам попал в тончайшую нить блин слишком быстро нажимал на реверс получаем болезненный такой приемчик и опять удержание пин от ванну и все вы там без учения взять что его им вами проигрываю я не специально победить всегда хочу всеми кем играю ну блин эти реверсы эти ладно короче ванну побеждает ну и мы тогда движемся дальше по пути а сейчас что-то произойдет не в это респект это респектуха ах да я же забыл посмотреть а принципе это два фейса у нас по моему я вот не вижу себя в ванне записанного где-то а вот запишем как фейс но и также егорик а егорик то у нас хил вот что интересно егорик хил который проявляет уважение к своему сопернику это интересно молодец молодец движемся дальше последний матч main event а я даже помню какой макси против александра панфилова вроде когда сейчас посмотрим так есть два пацана ну принципе здесь дифта и нет нигде у нас макси против александра панфилова тот самый александр который в тяжелейшем бое по моему все таки одолел да там качева пацана я не помню кого кирка по моему кирилла липустина вроде бы он замочил на прошлом о в ешном бренде было круто но у макси там я не помню с кем был бой видите как ну я не могу запоминать все что происходит в юниверсе думаю кто помнит тот знает вот ну собственно первый выход александра выход его увидели мейзинг алекс мусочки только не хватает до выход джефф харди сейчас представит его рефери ой рефери анонсер и мы движемся дальше двинемся да алекс такой вот патриотичный американец все выходят с русскими флагами а он вот не русский да и не русского города ну ладно типа джефф харди стайл оу и вот the fuck какого хрена anyhow что-то hill of обижают сашке помоги окей вы видели до кто это был это был макс яценко Тьфу, не Иценко. Видите, как я путаюсь? Это был Макс Юсеф. Он напал на меня. А что я тебе сделал? Я что, вы вроде выиграли там в предыдущем бою. Ладно. Это интересный факт, что на меня... На меня поднял руку Макс. Типа, выиграл турнир и все можно, да? Окей. Сейчас я запишусь ее, чтобы не путать. Все, Макс Юсеф напал на меня, и тем самым... Возможно, он даже напал-то по той причине... Так, за кого будем играть? Отпущу. За Максе. Короче, смотрите, в чем я так понимаю суть. Суть в том, что... Я сейчас нажму дальше. Короче... Блин, сбился. Короче, он напал на меня из-за того, что я, как бы... Получается, хил. Сам Макс, по-моему, является у нас фейсом. Точно таким же фейсом, которым является Александр Панфилов. То есть, помогает ему. То есть, возможно, не со мной, чтобы враждовать, а чтобы быть в тиме, возможно, с Александром Панфилом. Я не знаю, так это или нет, и вообще, как это. Но суть в том, и факт остается фактом, что мне не дали выйти до конца. И помощь пошла со стороны своих, так скажем, Александру Панфилову. Вот было бы неплохо, если бы там как-нибудь в каком-нибудь бое, да, выбежал... Ну, в бой Александра Панфилова, выбежал там какой-нибудь Сашке и врезал ему тоже. И потом просто так, тимовский такой бой. Ну, почему Сашке? Там много у нас фейсов. Я, допустим, с Альфандром был. Был бы в тиме не прочь. У Сашке просто титул, ему есть чем заняться, да, скажем так. А вот у Альфандра, например, у, я имею в виду, Алексея Хагера нету ни титула. Да, в принципе, вроде бы и ни заставок, ничего. Почему бы не сделать меня с ним в тиму? Тем более, что... Блин, ну не знаю, мне нравится, как его перс сделан, да и... Такие, типа, знаете, Тим Блондин. Вот. Ну, здесь много таких светловолосых пацанов. Даже вон с рефери я могу в тиму вступить. Ну, не знаю. Ну, и Илью, да, то есть у Илюхи есть там оттирка, которая под мою команду. Он делает, типа, говорит, оттирка, если что, если ты будешь делать тиму, нас, то там есть оттирка под команду. Вот. Но у Ильи тоже титул, хотя он и не появляется почему-то на выпусках, не знаю. Много с кем можно сделать меня в команду, но вот я лично свое желание бы вполне с Алексеем Хайгером бы, ну, ничего так, была бы тима, я думаю. Вот. Ну, посмотрим. Да и получается Александр Панфилов с Максом Юсевым. Не знаю, почему он выбежал, но навалял мне. Посмотрим, поможет ли это нападение Александру Панфилову победить в этом бою. Учитывая, что я играю Макси, но если я играю каким-то Рессером, это не значит, что он победит. Вы уже сегодня в этом убедились. Аперкотик такой вот очередной, по-моему, уже на Александре Панфилове. Прыгаем, дропкик, реверсирует Саня. Саня, Санёк, 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 хорош меня бить. У него как бы преимущество должно быть, да? Вот что-то улетает так с моего панча. Вроде, что, мощный панч, что ли, поставил случайно себе. Все такие Буууу, Макси Когда ты был Фейсом, ты был круче Ой видите, вот это, кстати Клоун, про которого я вам говорил Айяйяй Я же Фейс, по идее, да? Ух, ух, среверсировал Я вам уже объяснял, почему я так много провожу этот апперкот Потому что он у меня стоит на реверсе, когда на меня бежит чувак И я реверсирую, прием Меня подкидывает И проводит апперкот Так, теперь сигнатура Это омега драйвер У кого-то он стоит на финишере А у меня на сигнатуре И стверю-ка я финишер, пожалуй У Александра Панфилова И проведу ему его Это твист оф фейд Хорошо Делаем удержание Раз, два Нет Нет, нет, нет Этого мало, видимо, Александру И будем стараться ему еще навалять Потому что Э, что-то он взбодрился, я так понимаю, да? Давай, давай, прыгай Каман, каман, че ты, че ты Я здесь Не, не захотел прыгать на меня Александр Панфилов А я еще его попробую здесь поизбивать И сделать грязь Грязь, грязь, грязь Я же как бы Хил, да? Эй Э Да ну Да ну Опа Случайно я Случайно гасанул рефери Не хотел Но он, блин, быстро поднимается Вот что хреново Эй, реф Черт Сейчас попробуем Сотворить все-таки То, что я задумал Тихо Не, не получается Блин, рефери как-то быстро Встает Вроде раньше они Не так быстро Вставали Он че ударил Александра Панфилова Или Или мне показалось Ну рефери как будто так Стул когда выбрасывал Гасанул немножечко Александра Так Не хочу я че-то Как-то Терять преимущество Ща мы Вот тут че-нибудь поделаем Ооо, это будет суперплекс Херак Отлично О, у меня камбэк походу Не? Дааа, камбэк Арткор Отлично Так Не понял Не понял Это как это так Я же попал Что за фигня народ А как А как он Зреверсировал Мой Камбэк Че-то я не понял Я вроде попал Туда куда надо Сегодня че-то прям Все так реверсируют Камбэк И офигеть Канаты меня спасают Отлично А он походу Еще сигнатуру свою провел Ничего себе Откуда у него Это все появилось Резко Вот вам и И хил Макси Вот вам и Преимущество Которое я забрал Но видимо Нападение в начале Начинает сказываться Да Пофантазируем Немножечко И вот вам Ответный твист Офейт на мне Ну что вырусь я или нет Офигеть Нет Все Вырваться не Не получается Как-то Реф начал считать У меня еще полоски не появилось Ну мне так показалось Ладно Все это Сольем на Нападение В начале Интересный факт Что Макс Юсиф Помог Александру Панфилову Напав на меня Я до сих пор Немного не понимаю За что и почему По какой именно причине Потому что я Фейс Александра Точнее наоборот Я хил Александра Фейс Либо потому что Просто я хил Поэтому и Просто решил Повоевать со мной И завязать Какой-то Мачилова Макс Юсиф Не знаю Не знаю Все это мы Я думаю Увидим на ППВ Так что тут происходит Да ладно Ха-ха-ха Ес Оп-оп-оп Красава Вот-вот Вот вам шуточка От Макси Думать надо Правильно Слушайте А здесь Походу Юниверс Походу Игра меня слышит Вам так не кажется Вот это сейчас То что сейчас Произошло Это выглядело Как О смотрите Симпанк сидит Это выглядело Как Поддержание Моего гиммика О котором я вам Рассказывал Вот это вот Вот этот вот Клоун Нарисованный Сзади у меня На жилетке Злостный клоун Такой типа Макс А блин Блин Санек Санек Блин Колено Что-то колено Он такой Вот ходит Что-что-что Такое Что-то такое Макси Макси Ты вроде как И Плохой чувак Но что такое Ведь мы Рестлеры Мы должны Уважать друг друга Я такой А вот что На В колокола Получай И такой Ха-ха Думать надо Лучше с кем Связываешься Отлично Вот Просто вот Последний вот этот Маневр Сделал Сделал Ну Может быть Не весь Юниверс Просто Если кому-то Не понравились Бои Я думаю Вот это Вот Последнее Все Что Было Это Вообще Просто Лично Для себя Считаю Вот это Крутой Ну Не знаю Мне Жутко Понравилось Но Если бы Мне ударили в колокола Я думаю Мне не понравилось Но В плане Поддержания Блин Не знаю Гиммика Это было Реально Круто Вначале На меня Напали Но Вот Я и отомстил Собственно Своими Грязными Штучками Хотел Сам Вырубить Рефери Что-то Сотворить Грязь Ударить Стулом Пока Реф Валяется Но Получилось В конце Боя Это сделать Я не знаю Почему Там Прозвенел Гонка Если Матч Уже Закончился Ну Ладно Мы Смотрим Карт На следующий На следующие События Насчет Созданных Вот Джеффа Харди Роба Ван Дамма И прочих Да Я вас спрашивал Что с ними делать Я как бы думал Убрать Но Народ разделился Опять пополам И я все таки Не знаю Ну Вроде как Большинство Все таки Были за то Чтобы оставить И Роба Ван Дамма И Джефф Харди Ну у меня только Три скачанных Рестера Роба Ван Дамма Джефф Харди И По моему Пол Хейман Ну Хеймана я убрал А И Синг еще Вот Вот эти трое Ну они Остались у нас Ну ладно В общем первый бой С Макдауна Трипл Фред Джиндер Махал Против Джеффа Харди Против Синкары Дальше Татэ Татэ Санилы Даррен Янг Против 3МБ Минус 1 Хит Слеттер И Дрю Макентайр Дивас матч Мы пропустим Антонио Сезаро Против Гробовщика Вот это уже Больше Более интересно Тем более что это Райвэлери матч Фоллс Каунт Энивер Между прочим И Мейн Эвент Опять что ли Альберто Дель Рио Против Марка Хенри По моему они уже бились Ну собственно Видимо это и есть Их фьюд Потому что Ну вот видите Райвэлери матч Окей Такой вот карт На Смакдаун Что у нас здесь В новостях Егорик Embraced Has Embraced В Дэбдэби Фанс А что было Подождите А я что-то Не врубаю Embraced Как же Переводится Embraced Embraced Это обнял Обнял Дэбдэби фанов Ну короче Егорик А фан фаворит Ну в общем Видим что Егорик Number One А он же у нас Выразил респект Помните да Он выразил респект Своему сопернику То есть Он как бы По идее у меня Он Хил Я вот поэтому Немного не врубаю А может кстати Вот кто шарит Прям жутко в юниверсе Подскажите мне Может ли человек Менять Меняться Как-то с хила На фейса Вот допустим Это ли не тот случай Когда с хила На фейса Перешел человек С темной стороны На свет Если это так То круто Если может меняться Гиммик В соответствии С событиями Происходящими На ринге То это реально Прикольно И я теперь понимаю Почему народ Любит юниверс Вообще Просто Последние события Которые произошли Мне жутко понравились Я жду с нетерпением ППВ Просто Мне бы еще Все события записывать Которые произошли Макс Юсиф Помог Александру Панфилову Ну это ладно Я сейчас Позже запишу Я думаю С вами нужно попрощаться Увидимся На смакдауне Надеюсь Все будет хорошо Я все запишу И звук И картиночку Все будет Ладно На сегодня я с вами прощаюсь Всем спасибо За просмотр Пока Продолжение следует... Продолжение следует...